Из-за экономических санкций со стороны России латвийским производителям приходится искать новые рынки сбыта. И поиск этот уже идет полным ходом. Сегодня латвийские предприниматели встречались с коллегами из Узбекистана в Министерстве земледелия. В зале несколько столиков. Каждый отмечен. Здесь молоко и рыба, тут транзит. Все по-русски. Это рабочий язык данной встречи. За столами представители латвийских компаний. И они хотят торговать. С Узбекистаном. С Латвией хотят торговать и узбеки. Хотя по ним российские санкции не ударили. А наоборот, экспорт в Россию даже вырос. Мы поэтому приехали, чтобы подробнее и поближе изучить Латвию. Мы уже, как сказать, люди Союза. Мы знаем Латвию давно. Но вот теперь пришло время. Уже поближе познакомились. Я надеюсь, что будем работать, сотрудничать с Латвией. Есть у узбекских производителей и список товаров на экспорт. В основном продавать то, что у вас нет. Это среднеазиатские наши дыни, виноград, сельхоз, сушки, курига и тому подобное. А у вас, нас интересует рыба, мясо, мясомолочная продукция. И хотим тесные отношения в сфере логистики наладить. Узбекские предприниматели надеются, что в отношении оформления документов никаких проблем не будет. Ведь об этом договаривались на политическом уровне. Напомню, в конце мая Андрис Берзенч посетил Ташкент и встретился с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. А теперь латвийцы готовы выйти на 30-ти миллионный рынок. Правда, пока на уровне обмена контактов. А вот уже конкретные переговоры идут с еще одним восточным партнером – Китаем. Об этом говорили уже в другом министерстве – экономике. Можно надеяться, что теперь наше молоко не скиснет. Ему дан зеленый свет в Китае. Когда наши компании захотят торговать, к ним приедут китайские специалисты, чтобы провести сертификацию. Главная трудность в данном случае – как довести продукцию и сколько это будет стоить. Цена же самого молока в Китае доходит вплоть до 8 евро за литр. Я думаю, что почти у каждого латвийского продукта есть потенциал продажи в Китае, потому что есть особый спрос на экопродукты. Так как у Латвии такая прекрасная природа и среда, то я уверен, что все, что здесь производится, может найти покупателя у нас. Как считает эксперт международных экономических отношений Байба Шавриня, не только нам нужен рынок Китая, но и Китаю необходима Латвия. Они очень заинтересованы тем, чтобы использовать наш опыт, как войти в Европейский Союз. Имея в виду наши истории, то есть, что мы были десятилетиями все-таки в социалистическом блоке, то есть, какие-то общие черты, общее понимание, которые могут открыть больше дверей в Европейском Союзе. Теперь китайские производители ждут латвийских предпринимателей. А узбеки зовут на выставку товаров на экспорт стран Центральной Азии в конце октября.